Привет всем любителям рукоделия! Сегодня я хочу рассказать вам свои впечатления о покупках с китайского сайта Алиэкспресс. Но первое, на чем я хочу остановить ваше внимание, это наборы для вышивки крестом. Я заказывала наборы, но мне они не понравились. Сейчас скажу почему. Нитки там идут с добавлением синтетики. Если вы заказываете вот такие вот наборы дешевые, есть по 300, по 500 рублей. Очень часто люди клюют на эти наборы, поскольку они копируют знаменитые фирмы. Допустим, вот эти вот маки. Очень много есть дизайнов по наборам Dimensions. Но я хочу сразу вам сказать, что эти наборы будут очень отличаться от оригинальных. Не знаю уж как насчет схемы, полностью она копирует оригинал или нет, но нитки ничего общего с оригинальными нитками не имеют. Вот такие дешевые наборы, которые стоят по 400, по 500 рублей, там идут везде нитки с добавлением синтетики. Они на ощупь очень приятны. На первый взгляд, когда я набор такой получила, я в общем-то была в восторге. Но когда я начала вышивать, мне абсолютно эти нитки не понравились. Во-первых, у меня очень неприятные ощущения, когда я протаскиваю нитку через канву. То есть вот такое ощущение, когда чертят по стеклу. У меня прям мурашки по коже. Ну не знаю, ну мне в общем-то этими нитками вышивать было некомфортно. Я никогда больше не буду покупать такие наборы. Мало того, эти нитки, хотя и ложатся очень хорошо, крестики идеально ровные получаются, но они махрятся. Когда ими вышиваешь, такие летают мелкие-мелкие ворсинки. И в общем-то, как, ну я человек с аллергией, мне в общем-то тоже было некомфортно. У меня свербит нос, режет глаза. В общем-то такое же впечатление, как и от шерсти. Ну, в общем-то, есть люди, которые успешно этими нитками вышивают. Им нравится, в общем-то, выбор за вами. Но я покупать больше такие не буду. Если же набор стоит очень дорого, и там идут хлопковые нитки, то цена даже выше, чем у оригинальных наборов. Допустим, очень много дизайнов они копируют от фирмы Алиса. Я сравнивала цены. Я предпочитаю лучше купить набор от фирмы Алиса, чем купить набор китайский. Не вижу смысла покупать набор за 400 рублей, если я могу у фирмы Алиса купить такой же набор за 500 рублей. 100 рублей – это не цена вопроса, чтобы так экономить на нитках. Все-таки хлопковыми нитками вышивать и приятнее. Ну и, я думаю, для здоровья, в общем-то, полезнее, чем синтетические нитки. Я заказала наборы алмазной живописи. Наборов алмазной живописи здесь очень-очень много. Но сразу хочу обратить ваше внимание на размер картины. То есть, вот, допустим, картину вы берете, вот, ромашки, да? И здесь у нас есть выбор. Выбрать картину 20 на 20 сантиметров, 50 на 50. Ну, вот, смотрите, если мы выбираем 20 на 20, она будет стоить всего 335 рублей. 50 на 50 уже стоит 1400 рублей. Разница в цене очень большая. Нам, конечно, хочется подешевле заказать. Но тогда вы должны быть готовы к тому, что ваша картина будет совершенно отличаться вот от этого, вот от этой картинки, от оригинала. Поскольку вы видите, что здесь фотография, она не разбита на пиксели. И чем меньше размер картинки, тем меньше будет пикселей. То есть, 20 на 20 – это будет просто размытые ляпы. Ничего общего вот с этой картиной она иметь не будет. Поэтому для того, чтобы не разочаровываться, либо заказывайте картину хорошего размера, 50 на 50. Вот, ну, 40 на… Не меньше, чем 40 на 40. 20 на 20 – это будет уже совсем маленькая картинка. И даже не представляю, как можно в 20 на 20 уложить вот такую вот огромную картину. Ну, представляете, что там будет. Там ромашка будет из нескольких бусинок, ну, стразиков. Ромашка будет всего из нескольких стразиков. Поэтому готовый вариант, естественно, вас разочарует. Что еще меня разочаровало вот в этих картинах? У меня пришли стразики с очень неприятным запахом. Как будто их только-только покрасили. Запах масляной краски. Он уже лежит у меня полгода. И запах абсолютно не выветривается. Я связывалась с другими рукодельницами. У них приходят наборы совершенно без запаха. То есть, они есть разные. Как угадать, какой набор, вот какой здесь заказать, я даже не знаю. Я разочаровалась, поэтому больше я заказывать не рискую. Я все-таки надеюсь, что у меня свежая краска была, и она со временем выветрится. Единственное, я не знаю, потеряет ли клей свои свойства. Не знаю, сколько этот набор может лежать, срок годности какой у него. Я думаю, что со временем уже стразики не будут так хорошо клеиться. Поэтому, в общем-то, придется мне как-то приспосабливаться, маску, что ли, одевать. Потому что долго работать с запахом краски мне некомфортно. Но есть наборы, которые совершенно ничем не пахнут. Вот я даже не знаю, как мне теперь быть. И другой заказывать не хочется. И жалко потраченных денег, поскольку наборы стоили недешево. 1200 стоил один набор, и я заказала два в одной и той же фирме. Я советую вам заказывать наборы по одному у разных продавцов. Что касается вышивки, что касается алмазной мозаики. Я думаю, если вы закажете у разного производителя, то, возможно, вы не будете так разочарованы, как я. Какой-то один из этих наборов вас порадует. Может быть, и два вас порадуют. Мне очень понравился вот этот тигр. Вот я заказала вот такую картину. Размер 40 на 60. Ну, огромный, конечно, размер. И мне нужно было, чтобы две картины висели рядом. И в пару к этой картине я заказала вот такую картину. Но я в основном вышиваю цветочки. И хотелось что-то такое, чтобы кардинально отличалось. И тем более вот эту картину в алмазной мозаике я видела в готовом виде. Ну, говорят, она просто шикарна. Человек, который выкладывал, рассказывал впечатления. Ну, просто восторгивал человек вот от этой вот картины. Ну, вот так вот я хотела бы, чтобы одинакового размера две картины висели рядом. В принципе, для рукоделия здесь много что интересного можно заказать. Я вот сейчас вам оставлю ссылочку. Посмотрите, что я заказывала. Некоторые мелочевки очень для рукоделия будут полезны и, в общем-то, неплохого качества. Я вот люблю просто просматривать эти китайские дизайны. Я не перестаю удивляться фантазии китайских художников. Есть настолько красивые у них работы, но и в то же время есть настолько нелепые. Я даже не знаю, как такое можно было придумать. Девушка хочет выплыть из моря. А сверху рама. Это какой-то ужасный сон вышивальщицы. Кетры, конечно, у девушки выше всяких пахнули. Иногда просто удивляюсь фантазии художника. Может быть, это репродукции каких-то знаменитых картин. Вполне возможно, что я не знаю. В поиске набрала я и не нашла. Если вы знаете, напишите, пожалуйста. Мне, в общем-то, очень интересно, чья это картина. А здесь эффект падающего корабля. Как кораблик падает у нас из рамки на пол. Все бы ничего. Но вот эти вот красивые висюльки. Разве они похожи на воду? Больше похожи на какую-то городу. Ну, в общем, тоже такой необычный дизайн. Вот какая красивая девушка. Вот такая красивая девушка. Но ее ассоциируют с волком, который воет на Луну. Ну, я даже не знаю, как это. С одной стороны, это так красиво. А с другой стороны, как-то нелепо. Ну, почему она воет на Луну? Я даже не знаю. В общем, такой небольшой обзорчик у меня. О китайском сайте Алиэкспресс. Делайте свои выводы. Заказывать или не заказывать. С вами была Инесса. Подписывайтесь на мой канал. Желаю всем удачи. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова